Во-первых, большое спасибо всей общине, что опять мы встречаемся. У меня осталось очень приятное и светлое воспоминание о нашей встрече. И когда я показывал фильм про Гаона из Полтавы, «Если забуду тебя, Ярушалми». И вот сегодня, осталось сегодня немного дней перед дарованием Торы, и мы поговорим и попробуем понять то, что сказано в наших книгах, что мы получили, что произошло в тот момент. И это то, что говорит Шлома Амелых. И шакени мене шекот пигу, китовим додеха ми яйн. Целуй меня, поцелуй ми уст твоих, потому что вот эти твои ласки мне дороже всех наслаждений мира. И открывает это Раши, он приводит Медраж, что с горы Синай мы получили всю Тору. Что это значит? И письменную, и устную. Но если первая Мишна, Пирке, Авод, она начинается с того. И дальше, передача Торы из поколения в поколение. Что Моше получил с горы Синай? Надо было бы сказать, Моше получил Тору от Творца, почему же сказано, с горы Синай. И объясняет это Гаон Рамойши Шапира, что он получил гору Синай. То есть, дарование Торы он получил и передал Иошуа. Но что это такое? Это то, что мы должны понять. Тора, что мы имеем в виду, когда мы говорим Тора? Ну как, учение, гора, божественная мудрость, которую мы получили, или законы, по которым человек должен жить в мире. Но по-другому немножко говорит святая книга Зор, что Творец из Токельба у Райса у Бара-Альма. Творец смотрел в Тору и творил мир. И тогда оказывается, что нет ничего в мире, нашем мире, которое мы воспринимаем нашими пятью органами чувств, если нет у него корня в Торе. И тогда открываются очень важные вещи. Объясняет это Гаон Рамойши Шапира. Так же, как переписчик Торы. Он смотрит в свита, который перед ним, и пишет. Разве Творцу нужно куда-то смотреть? И вообще, что открылось у горы Синай? Прежде всего, мы должны понять, что Тора... Другое место и отрывок из Зора. Кадош Баруху, Тора и народы Израиля единое целое. У нас есть какие-то шумы, это уже приближается к тому, что происходило во время дарования Торы. Как сказано, и голос Шафара увеличивался очень. Но у нас сейчас новые условия. Это, вы знаете, это очень напоминает, когда женщины перед родами, и слышно, как движется зароды в животе матери. А на самом деле, наши мудрецы говорят, что в тот день мы родились. Знают ли какие-то другие народы день его рождения? А у нас из сыновей Израиля родился народ Израиля. Когда? У горы Синай. Ну, это мы еще будем учить. Но сейчас давайте посмотрим. Сейчас у меня появилось место. У меня есть несколько томов Талмуда, которые я хочу, чтобы мы просмотрели сегодня. Мы должны понять эти два высказывания, которые мы привели. То, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И другое, то, что Творец мира, Тора. И мы с вами, то есть народ Израиля, единое целое. И то, что открывает нам Гаон из Вильна. И он говорит так, что все то, что происходит и будет происходить в мире от начала сотворения и до завершения мира, все это находится в Торе. Каждый человек и все то, что с ним происходит в жизни, тоже закодировано в Торе. Но как мы это можем понять? И так объясняет святая книга Зор, что так же, как сказано так, мипсари, то есть из моей плоти я буду видеть Творца. Что это значит? Так же, как человек, у него есть одежда, у него есть тело, у него есть душа. Если я задам вопрос вам, что называется одеждами Торы? Я могу услышать или нет? Если я задал вопрос. Значит, мы можем включить микрофон и, конечно, да. Если можно, попытаться ответить. Включить микрофон у всех. Мы включили микрофон, господа, вы можете говорить. Что является одеждами Торы? Вопрос. Еще раз я задаю вопрос. Что так же, как у человека есть одежда, тело и душа, что является одеждами Торы? А, может быть, микрофон? Может быть. А какие еще идеи есть? Так, я... Вопрос. Был какой-то попытка ответа. То есть, я задал вопрос, что является одеждами Торы. Мне сказали митсвот. А теперь я попытаюсь объяснить. Дело в том, что когда... Что можно перевести на другой язык? Вы знаете, наша Тора записана на святом языке. И я имел отношение к переводу ее на русский язык. Многие знают наше издание Рамбана впервые с комментарием Рамбана переведено Тора. Что можно перевести на другой язык? Внешнюю канву, то есть, как бы, фабулу. То, что книга Берешит, это то, что Рамбан называет, это книга основ мира. То есть, сотворение мира, наши працы и так далее. Вторая книга Шмот, это книга изгнания и избавления. Фабула Торы, то есть, рассказы Торы, это одежды Торы. А тогда что такое тело Торы? Вы можете отвечать? Тогда отвечу я. За этими рассказами выходят заповеди Торы. И это уже тело Торы. Гуфей Тора это называется. То есть, за всеми этими рассказами, от первой заповеди, которую получил первый человек, Адам, есть мнение, что он получил первые шесть заповедей. То, что сказано, ле авдау ле шамра, обрабатывать, как бы, и хранить. Да? Но, если мы скажем, прямую в Торе сказано, что плодитесь и размножайтесь. Первая заповедь. Дальше, то, что получил Нох. Семь заповедей сыновей Нох. Восьмая заповедь, то, что Авраам получил обязанность, заповедь, делать обрезание. Это выходит из всех рассказов Торы. А теперь я себе задам вопрос, а что такое душа Торы? И тогда открывается, что это святые имена Творца. То есть, что такое имя Творца? Вы знаете, есть семь имен, которые запрещено стирать. Мне рассказали случаи. Один человек, молодой человек, который ну, вышел, то есть, оставил заповеди. Что он сделал? Он крупными буквами на асфальте написал четырехбуквенное имя Творца. Я не знаю, мелом, краской. Что нужно было делать? Нужно было вырезать этот асфальт и хоронить. Потому что есть заповедь хоронить. Так что такое имена Творца? По моим действиям я называюсь, написано. То есть, объясняет это Рамбан, основываясь на тайнах Торы, что вся Тора от начала, от первого слова Береши, до последнего слова Исраэль, это имена Творца. Есть святая книга Торы, святая книга Тикунеазор, в которой объясняется 70 значений, как можно прочитать первое слово Торы Берешит. Так вот, что же мы получили с горы Синай? И вот сейчас я хочу, чтобы мы прочитали то, что написано в Торе, как происходило дарование Торы. И вот то, что Творец говорит Моше, иди и сойди, и взойдешь ты и Арон с тобою, и священнослужители, и народ, пусть не порываются взойти к Богу, чтобы не поразил их он. И спустился Моше к народу и сказал, и вдруг, и говорил всевсильный все слова эти, говоря, объясняет Раши, все 10 заповедей были сказаны единым речением. То, что слух не может воспринять. Почему такое происходило? Почему нужно было, чтобы все 10 заповедей одновременно как бы одним речением были произнесены в мире? И несомненно, это тайна, но у этой тайны есть открытие в Перкея вот. Разве не мог Творец сотворить весь мир одним речением? Почему Он сотворил его 10-ю речениями? Чтобы дать плату праведникам, которые поддерживают мир, который сотворен 10-ю речениями, и дать наказание злодеям, который уничтожает мир, который сотворен 10-ю речениями. Но сейчас, пока, мы же не можем воспринять ничего. Как вообще может божественная мудрость Тора реализоваться в нашем мире? Быть получена нашим миром? Есть ли такие сосуды в мире, которые могут воспринять адекватно мудрость Творца? И я хочу вам сказать то, что написано не в главе Итро, а в конце главы Мишпатим. То, что происходило, по мнению Раши, за день до дарования Торы. Сказано так, что Моше взял Сеферабрит, книгу Союза, и читает ее перед всем Израилем, и задается вопрос, готовы ли вы принять Тору? И что же отвечаем мы с вами? Мы отвечаем что бы не дал нам Творец, мы готовы исполнять, а после этого сказано будем слушать, будем учить. И вот это то, что я хочу вам показать, что написано в трактате Шаббат Вавилонского Талмуда. Сказано так, вы идти яцву в Тахти Таар и расположились у основания горы. Тахти Таар Это Гарасинай. Амар Авдими Бархама Бархаса Меламет Шекафа Кадош Барху Алейхем Эт Ар Агигит Ва Амар Лаэм И Мат Мэ Мэ Кабли Ма Тора Мут Вим Лав Шам Ти Е Квор Адхе И можно понять Тахти Это у подножия но можно сказать под горой так под горой можно понять у горы а можно по-другому и это то, что учит Равав Диме Бархама Бархаса И что он говорит Из этого мы учим что Творец поднял над ними гору как перевернутый чан и сказал им если вы примете Тору хорошо а если нет то там будет ваша могила тут же Бали Тософот задает вопрос только что мы с вами говорили за день до дарования Торы мы сказали на Севанишма что это такое зачем нужно было творцу подвешивать над ними гору как перевернутый чан и этот вопрос задает Бали Тософот это трактат Шаббат 58 лист первый его ответ может быть передумали бы получать Тору когда увидели гору объятую пламенем больше того сказано что с каждым речением и речением отлетала их душа что происходило сначала я хочу что мы прочитали что происходило до того как начались речения у нас у нас есть вопросы когда вы будете готовы я буду читать да с удовольствием только секунду да я не привык конечно так вести урок но что делать о и сказано так и вывел мошенарод навстречу всесильному истан исталю у подножия горы то что мы сейчас читали в талмуде а гора сенай дымила ся от того что сошел на нее бог в огне и восходил дым от нее как дым из печи и задрожала вся гора так вот это первый ответ болей то сафот дальше сказано и звук шофара становился все сильнее мошенарод говорил а всесильный отвечал ему голос значит что это значит что творец сошел на гору сенай и так объясняет это рамбан если ты поймешь эту главу то постигнешь что его великое имя опустилось на гору сенай и пребывало на ней в огне какое имя творца то имя которое запрещено нам произносить четырехбуквенное имя творца авая вместо него мы произносим имя одни как бы господин мой и вот продолжает Тосфот и говорит что когда они слышали речения творца а через пару строчек мы будем учить то что сказано в конце трактата Макот что Тора цива лану Моше Тору повелел нам Моше Дараш Раби Симлай Тора числовое значение 611 611 заповедей мы слышали от Моше а первые две мы слышали непосредственно от творца и сказано с каждым речением отлетала душа это то что говорит Тосфот в трактате о водозара говорят народы мира что это такое почему ты над нами не подвесил так же гору Синай чтобы мы приняли Тору и объясняется так что то что объясняет это мораль из Праги то что была подвешена гора над нами чтобы было для нас абсолютно понятно то что открылось когда отлетала душа то есть открыто были самые высокие уровни постижения творца источники воздействия творца по моим действиям я называюсь про сущность творца мы не можем знать ничего но он проявляется через то что он сотворил мир и через то что он нам дал книгу своей божественной мудрости то есть то что является корнем сотворения мира то что учит наши святые книги то что речением творца был сотворен мир объясняет это Рафхаем из Воложина если бы хотя бы одно мгновение не было в мире человека который учит Тору весь мир вернулся бы в первозданный хаос так так вот продолжая мы говорим есть объяснение что письменную Тору мы готовы были принять но устная Тора которая требует очень большого труда люди идущие в темноте увидят свет великий это говорится о труде над устной Торой итак мы понимаем что произошло то есть мы пытаемся понять что произошло там где родился еврейский народ сказано в пасхальной Агаде даже если б ты привел нас в горе Сина и не дал Тору да Ейну как да Ейну ведь это то чем мы отличаемся от других народов это то что объясняют комментаторы там произошло рождение народа которого не было в мире до этого были потомки Аврама Ицкака Якова были сыновья Израиля сейчас родился народ Израиля объясняет это Рабимуше Хаем Люцата если мы посмотрим физически мы ничем не отличаемся от неевреев только у немцев была особенная теория как это евреи как выглядит их нос как выглядят их уши это что произошло там когда открылось нам самые глубокие тайны воздействия Творца на мир это то что царь Шлому говорит целуй меня поцелуями уст твоих это губы в губы уста уста в уста когда двое становится одним единым целым и это о чем говорится о той устной торе которая была передана нам и сказано так что даже то что в будущем ученик задаст вопрос своему равину это тоже было получено с горы Синай так что мы делаем что мы учим талмуд что мы вкалываем потому что задает вопрос где находится источник устной тори и сказано она находится в сердцах еврейских мудрецов и мы с вами знаем то что сказано Рахмана Либабаи творец жаждет наших сердец и вот посмотрите что же продолжает талмуд и говорит сейчас я прервусь и может быть мы услышим вопрос пожалуйста пользователь Ора спрашивает спрашивает такой вопрос какой день считается рождением нашего народа Ецзи Смитсраин или и Матан Тора так и Ора хороший вопрос но когда мы родились как особенный народ это было 6 севана 2448 года но я хочу чтобы мы это узнали не от Свипа Атласа а от наших мудрецов читаем дальше то что сказано в Талмуде Дамар Рейшлакиш Майдихтив задает вопрос Рейшлакиш Хаврута и друг великого раби Йоханана который составил Иерусалимский Талмуд что написано в Торе Вейе Эре Вейе Бокер Йом Ашиши почему в начале сотворения мира написано и был вечер и было утро день один и был вечер и было утро день второй третий четвертый пятый и вдруг определенный шестой день и отвечает Меламет и так отвечает Рейшлакиш в самом начале творения мира поставил творятся условия всему миру. Если евреи примут Тору, когда? В определенный шестой день шестого Сивана. Тогда и небо, и земля, и все творение продолжает существовать. А если нет, я возвращаю весь мир в первозданный хаос. И тогда вот что. Вы все знаете то, что написано, с какой буквы начинается, все пяти книжек. Б решит, барай луким, это шамайм, в это арец. Б решит. Объясняет Раши. Бишвили решит. Ради начала сотворены небо и земля. А что такое начало? Решит дарко, верешит твуато. Начало моих путей и начало моих посевов. Кто это? Что это? Это еврейский народ и тара. То есть открывается, что ради того, чтобы мы получили Тору и реализовали ее в мире, были сотворены небо и земля. И сейчас все зависит от нас. Примите Тору? Хорошо. Нет, весь мир возвращается в первозданный хаос. Вот когда родился еврейский народ. Но давайте посмотрим, а что было до этого. А до этого были великие праведники. Метушелах, Ноах, Ханох, Аврам, Ицкак и Яков. Отдельные личности, отдельные великие праведники, которые служили Творцу. Но не было народа. Почему должен быть народ, который живет по законам Торы, который реализует Тору? И это то, что произошло там. Вы знаете, многие, вы знаете, и Достоевский, и Куприн пишут об избранности еврейского народа. Я вам расскажу. Мой дядя из Бреста, из Бриска, он был у меня и говорит, ну, все-таки некрасиво. Ну, что это такое избранность? Это же как то, что немцы, избранность еврейского народа. И тогда я попытался ему объяснить. То, как думают народы мира, что избранность – это для того, чтобы один народ подчинял другие, управлял ими, превратил их в рабов. В чем наша избранность? Ти юлий мемлехет куаним вегой кадош. Вы будете для меня народом священников и народом святым. Я хочу вам сказать, продолжить то, что написано. В то время, когда мы слышали первые две заповеди. Я, Бог Всесильный Твой, не тот, кто сотворил весь мир, а тот, кто вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Объясняет наши мудрецы, что такое Анухии. Почему не они? Анухии, ана, навщи, катавтиев, ягавтиев. Говорит Творец, я как будто свою душу записал и дал Тебе. Вот это первое обращение Творца мира к народу, который должен реализовать замысел всего Творения. Что произошло? Когда мы услышали это речение, тут же отлетели наши души. Представьте себе, магнитом проходит над стружками. Если чуть ближе проведут над ними, все стружки возвращаются, прилепляются к магниту. Это то, что произошло. Когда душа оказалась в близости от того магнита, от того, что открылось у горы Синай, как бы все души вернулись к своему источнику. А написано в наших святых книгах, что наши души были взяты из-под престола славы Творца. Когда открылись, Раши говорит, спустился на гору Синай, как будто все небеса взял Творец и расстелил на горе Синай. То есть мы увидели, как от самого высокого источника спускается этот свет Творца и реализует мир. И тогда кто может остаться в теле? Сказано в тот момент, наши мудрецы учат, что дурное начало вышло из наших сердец. Ангел смерти не властвовал над нами. Второе речение, когда Творец опустил росу, которой в будущем будет оживление мертвых. И мы вернулись с нашей тела. И вот тогда прозвучало второе речение. Чтобы не было у Тебя иных божеств, кроме меня. И опять отлетела наша душа. После того, как второй раз души вернулись с тела, многие задают вопрос, почему евреи качаются во время молитв? Объясняют комментаторы наши мудрецы, что то, что произошло в этот момент, евреи убежали от горы Синай. Ну как, это же место смерти. Невозможно. Желание только вернуться к источнику. И тогда каждого еврея брали ангела и возвращали туда. Вот это вот качание, это оттуда. Мы вспоминаем, сказано у Рамбана, чтобы всегда твое сердце и твои глаза были там, у горы Синай. Так вот это то, что произошло там. Сказано, чтобы были слова Торы. Харут аль-Ливавхэн. То есть высечены на ваших сердцах. Что такое Харут? Сказано Харут аль-Луход. То, что слова Торы на скрижалях были высечены, они были пробиты насквозь. То есть с того момента мы стали другими людьми. То есть человек, который знает и связан своим источником. Целуй меня, поцелуй мне уст твоих. Сказано, что еврейский народ находится в изгнании. То, что пишет царь Шломо в Широ-Ширим, в песне-песне. И тоскует, как соломенная вдова, тоскует о близости со своим мужем. Вот это то, что мы вспоминаем в изгнании, в отлучении, про то, что было. Приходят другие народы и говорят «Иди к нам, Шуламид!» Что вы можете нам дать, другие народы? Что вы нам можете предложить? Когда я помню, как я шла станом, и впереди меня шел облачный столб, а ночью огненный столб, как два стана. То есть мы вышли к Творцу, к горе Синай, как невеста, которая выходит к своему жениху. Был исправлен грех первого человека. Мы вернулись на тот уровень, который до греха. И тогда что? Одиннадцать дней от горы Синай до земли Израиля. Но давайте остановимся и посмотрим, что же происходило. На сороковой день после дарования Тора Моше поднялся на гору Синай. А мы должны были его ждать. И вот Эр-Эврав, сброд народов, пришли к Хуру, племяннику Моше, сыну Мирьям. И сказали ему, этот человек Моше, его нет. Бошеш, он сказал, что в шесть часов, то есть в полдень, он должен спуститься. Его нет. Сделай нам зримый образ, который шел бы перед нами, вместо Моше. И тогда на них обрушился Хур и сказал, это идолопоклонство, это запрет, они его убивают. И с трупом его приходят к Аарону и говорят, сделай нам зримый образ. А что делает Сатан? На небесах несут носилки с мертвой Моше. И вот это Моше, мы не знаем, где он. И тогда что делает Аарон? Он говорит, пойдите к женам, к дочерям и соберите золотые украшения. И женщины отказались. Сказано так в Талмуде, за заслугу праведных женщин мы вышли из Египта. За заслугу праведных женщин мы выйдем из последнего нашего этого долгого галута. Не просто так. Руководительница вашей общины называется Ора. Ора – это свет. Так вот, и тогда мужчины что сделали? Такая жажда была у них, что они вырывали серьги из своих ушей вместе с мясом. И вот два сына Билама, египетские колдуны, они собрали все это золото и принесли Аарону. Он сказал, завтра будет праздник, творцу. Что он хотел? Самый долгий процесс взять это золото, бросить его, а потом обрабатывать его. Но они обманули его, и когда передано было из их рук в руки Аарона, и он бросил это золото в печь, оттуда вышел золотой бык, который двигался, который может быть даже говорил, если вы обратите внимание, написано в Торе, «Эл-эл-эл-гейха Исраэль». Кто это говорит? Это боги твои, Израиль. Кто это говорит? Это говорит Эревраф. И есть мнение, Медраж говорит, что сделано было двенадцать золотых тельцов, но соберем их пока в одного. В какой момент это происходило? И когда Творец дает скрижаль завета Муше, в этот момент там, на земле, делается золотой тельц. И тогда были те, которые служили ему, те, которые приносили ему жертвы, те, которые осуждали и думали, что уже никакого исправления быть не может. и в этот момент написано в Талмуде, что скрижали были это шесть кулаков, на два кулака держал Муше, на два кулака как бы держал Творец, и сказано и победили руки Муше, как бы руки Творца. Мы можем с вами это понять только потому, что Творец хотел, чтобы победили руки Муше. И вот он берет эти сапфировые скрижали, и он спускается с горы. Кто его ждет на горе? Йошу бен-нун, который не сходил с горы. Почему? Еще пару минут сопровождать Муше, когда он будет спускаться, чтобы услышать новые законы. И вот он говорит, звук битвы встанет. Нет, это не звук битвы, и не звук войны, не звук тех, кто кричит, побеждая, и не звук тех, кого побеждают. Пляски и танцы. И тогда Муше разбивает скрижали. И сказано в Талмуде, говорит Творец, Яшаркохэхашэшавар. Как? Ты правильно сделал, что ты разбил. И спускается Муше, и берет этого золотого тельца, и сжигает его, и кричит. Кто с Творцом ко мне? И кто собирается вокруг него? Колено Леви. И тогда он говорит, каждый, который служил идолу с двумя свидетелями, ему полагается смерть. И было убито сколько человек? Как-то я ехал в Иерусалиме, и был водитель араб, и он сказал, что вы евреи, у вас был такой великий пророк Муса, Моисей, Муше, и вы сделали золотого тельца. А я спросил у него, а скажи, сколько погибло от этого? У нас написано около трех тысяч. А сколько нас было? Шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят взрослых мужчин по пересчету от двадцати до шестидесяти. Меньше полпроцента. А дальше, что сделал Муше? Ту воду, в которую он бросил вот этот пепел от этого золотого тельца, он давал пить тем, у которых не было свидетелей. И тогда, как сото в страшных мучениях, они умирали. И что произошло? В тот момент, когда мы, то, что мы говорили с вами, сказали наосева нишма, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять. А потом будем слушать, а потом будем учить. Сказано, это я хочу прочитать вам, то, что сказано в Талмуде. Дараш, раби Симай, «Бе шаши, гдиму Исраэль наосели нишма, бау шишим, рибошель, малахей, ашарет, лехолихат, ваихат, ми Исраэль, кашруло, шнык тарим, эхатки негет наосе, ваехатки негет нишма». Талковал раби Симай, «В тот час, когда мы сказали будем делать, а потом сказали будем слушать, спустилось с небес шестьсот тысяч ангелов, и к каждому еврею повязали две короны. Одну за то, что мы предварили наосе, будем делать, а другую за то, что мы сказали нишма». И нам надо понять, о чем идет речь. В том же месте Талмуда сказано, кто открыл тайну эту, которой ангелы на небесах пользуются. Сначала будем исполнять, а потом будем слушать. И в Талмуде приводится Рова, один из величайших мудрецов среди амураев. Весь Талмуд это спор Рова и Абая, он был Роша и Шила. Он углубленно обдумывал какое-то место из Торы. И он не заметил, как его нога как бы прижала, его палец, из пальца течет кровь. И проходил вероотступник и говорит, «Ампзиза, народ суетливый, до сих пор вы в вашей суетливости, что надо было сказать? Мы готовы услышать, что ты нам даешь, а потом решим, будем делать или нет». И что ответил ему? «И до сих пор вы такие же суетливые, посмотри, у тебя кровь течет, а ты думаешь о Творце, о его Торе». Это то, что ответил ему Рова. Мы связаны с ним. Главное для нас это постижение его мудрости. Это любовь. Когда человек любит кого-то, это значит, что он думает, как сделать ему приятное нахатруах. И это самый высший пик, когда евреи посвящают себя здесь постижению мудрости Творца. Наасе ванишма. Что мы сказали? Вы знаете, праздник, к которому мы приближаемся, называется Шавоот. Почему он не называется Матан Тора? Потому что Шавоот, это неделя. Мы отсчитываем семь недель по выходу из Египта. Этот праздник, у которого нет постоянного дня. Если предыдущий месяц и Яр, он нет 29 дней, то может быть праздник на день раньше. Если он 30 дней, на день позже. Вы понимаете? Мы отсчитываем семь цельных недель. А потом на пятидесятый день мы празднуем дарование Тора. Есть другое прочтение. Шаво, швуа, это клятва. Ту клятву, которую мы дали у Горисина и Творцу. То, что мы сказали этими словами. Это союз. Вы помните, мы учили то, что говорит Моше в Иках Сефера Брит. И взял он книгу союза. Тот Брит, тот союз, который мы заключили. Говорит Творец, кто будет гарантом того, что вы будете исполнять Тору. Наши братцы, с ними есть отдельный отчет, мы отдельный отчет, наши дети. То есть, то, что вы будете жить Тору, наша Тора называется Торат Хаим. То есть, мы учим ее для того, чтобы исполнять. И мы живем, есть уровень такой, изучение божественной мудрости, чтобы приблизиться к тому, кто дал нам эту мудрость. Так вот, представьте себе, почему именно семь недель. Объясняет это Рамбан. Так же, как в празднике. Первый день Песока, последний день Песока. А между этим полупраздничный будний. То же самое праздник Суккот. Первый день, последний день, полупраздничные будни. Эти семь недель должны были быть полупраздничными буднями. Но то, что произошло, та трагедия, которая произошла около двух тысяч лет тому назад, когда от Песока до Швот умерло 12 тысяч пар учеников Раби Акивы. Это та незаживающая рана, которая до сих пор. И вместо праздника это стали дни, полутраурные дни. И только один день. Влагба Омер 33-го дня по отчислению Омера мы радуемся, мы веселимся, мы стрижемся, устраиваем свадьбы. Что это такое? Ну как, умер еще один ученик Раби Акивы. После того, как умерли у него 24 тысячи учеников, он пошел на юг и взял новых пять учеников. И через них была передана вся Тора. Один из них Раби Шумамбар Йохай. Так мы празднуем то, что он умер? Нет. Его книга называется «Сияние». Зор. В этот день прекратили умирать ученики Раби Акивы. И тогда наступил этот полупраздничный день, потому что в этот день как бы было новое дарование Торы. То, что открыл Раби Шимамбар Йохай своим ближайшим ученикам, то, что называется Идра Зута, вместе с ним было семь учеников, он открыл тайны божественного управления миром. То, что записали его ученики в книге Зор. И до того, как пришел великий мудрец и праведник Ария Кодыш, который раскрыл то, что написано было Раби Шиманом Бар Йохай Дарование Торы. И вот вернемся к тому дню, когда мы не дождавшись Моше отступили. И сказано в Талмуде, что недостойным было то поколение этого действия, чтобы мы сделали Золотого Тельца 40 дней после дарования Торы, после того, как наши души прилепились к нему, после того, как мы стали на уровень первого человека до греха. Как мы могли сделать такое? Но после того, как мы согрешили, продолжает Талмуд и говорит, спустились миллион двести ангелов-разрушителей, из каждого еврея каждый забрал свою корону. Из чего были сделаны эти короны? Раша объясняет Мезившкина. Что это такое? Там, где кончается наша голова, у нас есть кипа. Что такое кипа? Ермолка. Два слова на арамейском языке. Ярей Малка. Боящийся Творца, Царя. А что же это такое те две короны, которые были у нас на головах, которые мы получили там, когда мы сказали на асе ванишма. Зив, сияние, постижение Творца. Это то, что было, то, как определялся первый человек, Адам. Сказано в святых книгах, он пронизывал все духовные миры и только касался материального мира. После греха он спустился в материальный мир. Так вот, этот уровень, который был у нас 40 дней, когда мы стояли у горы Сина и ждали мужа, и женщины дождались. И было одно колено, которое не участвовало в золотом тельце, в строительстве, в служении, колено леви. Я приведу вам известную историю. Когда один ученик пришел прощаться с Хофицкаймом, он спросил у него, скажи, ты Коин? Он сказал, нет. Он говорит, а я Коин, ты знаешь? Он говорит, да. А почему? Ну как, потому что ваш Папа Коин, ваш дедушка Коин, ты не понял. Был такой момент, когда Муше спустился с горы Синай и сказал, тот, кто с Творцом ко мне, к нему подбежали мои предки, а твои предки остались в стороне. Сейчас, когда будет такой момент, и ты услышишь, кто с Творцом ко мне, беги. это то, что колено Леви осталось в стороне. И то, что сказано. Рамбом приводит это в конце законов о шмите и назначении колено Леви, не получившего надела в стране Израиля, говорит Творец, я ваш надел. И есть такой закон, что Коину должны отдавать 2% от урожая, Леви там нужно отдавать Моасер, 10% это урожая. Чем они заняты? Они передают Тору, они обучают Торе. И так говорит Рамбом. И не только колено Леви, но каждый человек, который добровольно, из пришедших в мир, который добровольно принят на себя служить Творцу, изучать его Тору, он может присоединиться к колену Леви. О чем это говорится? Это говорится о тех коронах Торы, которые лежат. Не может человек, если у него папа не Коин, быть Коином. Не может человек, если его отец не царь, из рода Давида, быть царем. Это уже одна корона дана Аарону, его потомкам, другая корона дана Давиду, его потомкам. Но корона Тора лежит. Каждый, который хочет, может прийти и взять ее. И я хочу вам привести еще одно место из Талмуда. И это трактат Брахот. И мы говорили с вами про раби Акиву и про его ученика раби Шимону. И вот то, что говорит Талмуд. Многие из вас слышали это. Сказано так, что говорит, учит раби Акива, это 61 лист трактата Брахот. Сказано так, и полюби Ашема Всесильного твоего. Сказано, всем сердцем, всем душою и всем достоянием твоим. Задает вопрос раби Леезер, если сказано всей душою, то зачем сказано всем имуществом? А если сказано всем имуществом, зачем сказано всей душою? Но если есть у тебя человек, что его душа, его тело дороже ему, чем имущество, поэтому сказано так. А если есть у тебя человек, для которого его имущество дороже, чем его душа, поэтому сказано Вот так, представьте, стоит человек на перекрёстке, к нему подходит грабитель и говорит, кошелёк или деньги? Он говорит, подождите, дайте подумать. Так вот, об этом сказано, что если есть человек, для которого имущество дороже души, то для этого сказано и Бехоль Меодеха. И вот, учили мудрецы, постановила злодейская власть, имеется в виду римлян, запретить евреям изучать Тору. «Пришёл папус Бен-Иуда и нашёл рабе Акива, который собирал общины евреев и обучал их Торе. Сказал он ему, Акива, ты не боишься царской власти?» И отвечает ему рабе Акива, я приведу тебе пример, на что это похоже. Однажды лис шёл по берегу реки и увидел, что рыбы в море как бы беспокоятся, прыгают с места на место. Спросил он у них, из-за чего вы так мечетесь? Ответили они ему, потому что рыбаки закинули сети, и мы боимся. Задает вопрос им лис, вы хотите подняться ко мне на сушу и будем жить вместе, как это мы жили в прежние времена, как жили наши пранцы. «Ответили ему рыбы. Говорят про тебя, лис, что ты хитрое, мудрое животное, мудрый зверь». «Ты не мудрый и не хитрый. Ты просто глупец». «Если в месте нашей жизни мы боимся за нашу жизнь, в месте нашей смерти во сколько раз больше». И эта притча и продолжает раб Якиба. Так же и мы сейчас. Сейчас мы сидим и занимаемся Торой, про которой сказано. «Кигу хаейха в орах ямейха». Так сказано в Торе, потому что она жизнь твоя и долгота твоих дней. И мы знаем, что мы подвергаемся опасности. А если мы отменяем и не занимаемся ею, во сколько раз больше увеличивается опасность? Продолжает Алмуд и говорит, «Не прошло много дней. И схватили римляне рабе Акибу. И посадили его в тюрьму. И схватили также папуса бен-Яуду. И посадили его в ту же камеру. Амарло папус, спрашивает у него рабе Акиба. Папус, мне въехали, кто привел тебя сюда? Амарле, ашрейха рабе Акива, шенит паста аль диврей Тора. Счастлив ты, рабе Акива, что тебя схватили и за Торы. И ой, лоле, папус, шенит паста аль дворим бетелим. И ой, папусу, которого схватили за пустые вещи. Обратите внимание, раньше, когда папус обращается к рабе Акива, он говорит, «Акива». Здесь он говорит, «Рабе Акива». Если он имел право так сказать, если просто не ученый еврей, так бы обратился к великому мудрецу рабе Акивы, это был бы позор Торы. Ему бы надо было дать палки за оскорбление мудреца. Значит, мы понимаем, что он был тоже мудрец. И вот он сейчас говорит рабе Акива, «Счастлив ты, рабе Акива, что тебя схватили за слова Торы». И приводит Вавилонский Талмуд в другом месте. Это трактат Таанид, 29 лист, что недалеко от Лода евреи напали на дочку императора, римского императора, ее убили. И тогда император объявил, что все жители Лода будут убиты, если они не выйдут убийц. И вот пришли два человека и сказали, «Мы убили». Их зовут Люлианус и Папус. Два брата. Я видел комментарий, в котором сказано, что Папус из Лода и Папус бен-Яуда, который назвал рабе Акива учителем, это тоже самый человек. И сказал тот, кто их схватил, что, несомненно, я знаю, что вы хотите, чтобы с вами было такое же чудо, как с Хананием, Мишаэлем и Азарием, то, что было с Навуходанецером, когда их бросили в огонь, и они вышли живыми. Они сказали, «Мы знаем, что то, что они были великие праведники». И Навуходанецер был великий царь, который мог оценить то чудо, которое сделал с ним Творец. Мы же совсем неправедники. И кто знает, совершительный для нас Творец чудо, но то, что мы знаем точно, что ты не тот, кто может увидеть чудо Творца. И несмотря на то, что он знал, что они пришли только, чтобы защитить жителей Лода от смерти, он бы, он их умерствил. И не прошло много времени, и пришли посланники из Рима, и железными прутями его убили, этого наместника. Продолжая Талмуда, говорит, что нет ни одного творения, которое может видеть ту плату, которой полагается Оругей Луд. Этим, которые приняли на себя смерть и защитили весь город от смерти. Что мы видим? Это то, что приняли на себя эти два брата. Это то, что выучил Папу Сбен-Яуда от Раби Акивы. Даже когда забирают душу твою, люби Творца. То, что мы получили с горы Синай, мы получили его божественную мудрость, его Тору, для того, чтобы реализовать его в своей жизни. В трактате Брахот продолжает Талмуд и говорит, когда вывели Раби Акиву на смерть, после того, как он сидел в тюрьме, время чтения Шма было. И скребли его тело железными грибнями. И в этот момент Раби Акива произносил, Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхат. Ученики спрашивают, и в этот момент, и сейчас учитель, и учит их Раби Акива, всю жизнь я думал, я реализовал в своей жизни люби Творца всем сердцем твоим. Я реализовал в своей жизни люби Творца всем имуществом твоим. Когда же я сумею реализовать и всею душою твоей? Так вот, в этот момент, когда мне представилась такая возможность, разве я не исполню? И со словом Эхад, на последнем слове Шма Исраэль, слушай, Израиль, Ашем Бог всесильный твой, Ашем один. И как мы можем понять это слово один? Один, а не сколько? Один, а не два. А кто второй? Я. То есть я все время пытаюсь поставить себя вместо Творца. Если я правильно произношу эти шесть слов, я принимаю на себя его царскую власть, оль малхуд шамаем, через это я короную Творца над всем миром. Объясняют это комментаторы. Что, говорит Рамбам, что заключено в этом слове Эхад? «Слушай, Израиль, Авая, четырехбуквенное имя Творца, всесильный, источник всех сил, он Авая, он один. Нет никого и ничего, только он настоящая реальность». И то, что написано у Рамбама в законах о дат, и содея Тора, основы Тора, что его существование непреложно, а существование всего сотворенного мира зависит только от его желания. мы говорим, «Берешит, Бара, и Луким». Ради начала сотворил Творец небо и землю. Что мы можем знать? Самый высший пик нашего понимания. Потому что Творец хотел, мы видим, это реализовалось. Почему мы существуем? Потому что Творец хочет, чтобы мы были. Но все это зависит только от его желания. Он не зависит ни от одного из сотворенных, а мы зависим только от того, что он хочет, чтобы мы были. Но для чего? И открывается очень важная вещь. Каждый еврей приходит в этот мир со своим персональным заданием для того, чтобы открыть те слова Торы, которые написаны на Европе. «Во!» скрижались. Скрижали – это сердце. Это свиток Торы, на котором каждый из нас должен проявить те слова Торы, ради которых он пришел. И сказано так в Тарактате «Неда, 30 лист», что обучает зародыша в животе матери всей Торе. Как можно обучить всей Торе? Тора – это безграничная мудрость Творца. Объясняет мораль из Праги всей его Торе. То есть той Торе, которую он должен раскрыть, ради чего он пришел в этот раз в мир. И тогда открывается, что нет двух одинаковых людей в мире, а тем более двух евреев. Два близнеца, каждый отличается от другого. Доказательство – отпечатки пальцев. Сейчас уже проводят, что во всем мире не нужно будет документов и так далее. Человек показывает, нажимает в определенном месте своим указательным пальцем все данные, его выходят на компьютер. Один мой школьный друг в Израиле, он разработал эту программу, и сейчас как раз в Бостоне ее реализуют. Так вот, каждый человек единственный, и он пришел для того, чтобы реализовать ту часть Торы, которая связана с ним. И говорят наши мудрецы, Адам, известно, что Творец показал ему все творения, которые должны родиться, всех его потомков во все века, каждое поколение и главпоколения, Доршав. И он увидел, что должен родиться такой еврей, Давид, прожить три часа и умереть. И спросил он перед Творцом, скажи, здесь есть возможность давать подарки? Да, сказал Творец. Тогда я хочу ему подарить от себя 70 лет. Сказано, что Творец сказал Адаму, в день, когда вы поедите от дерева познания и зла, умрете. Но что такое день Творца? Это тысяча лет. И Адам должен был прожить тысячу лет. Но он умер, когда ему было 930 лет. А Давид, он получил эти 70 лет, и не просто так. Мы в праздник Шевуот читаем свиток Руд, который написал пророк Шмуэль, чтобы показать нам родословное Давида. Он родился в праздник Шевуот. И он умер в праздник Шевуот. Давид, которого называют сладкозвучный певец Израиля, задается вопрос в Талмуде, почему Руд, его прабабушка, называется Руд? И отвечает Талмуд, потому что от нее происходит тот Шевуот, 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 который усластил Творца своими песнями и прославлениями, царь Давид. мы читаем книгу Руд. Кто такая Руд? Задает вопрос Гаона из Вильна, почему мы не называем ее Шир, почему Руд? Потому что Руд, от которого происходит то-то рива, в комментарии своем на свиток Руд объясняет Гаон, почему она называется Руд, потому что Руд, числовое значение это 606, а у нас есть 613 заповедей. Для сыновей Ноха достаточно семи заповедей, но сказала Руд, мне этого недостаточно, я хочу прийти, войти в еврейский народ и исполнить еще 606 заповедей Руд. Еще одно место комментирует из свитка Руд Гаона из Вильна. Номий свекрой возвращается в Бетлех и к ней прилепилась вот эта ее невестка, то есть вдова ее умершего сына. и она ее отговаривает. Двое их было, два сына Махлон и Гильон и две невестки Руд и Орпа. Но значит, с точки зрения логики, с точки зрения разума возвращайтесь дочери, разве я могу быть сегодня выйти замуж за кого-то, чтобы у меня родились сыновья, чтобы они были вашими мужьями. возвращайтесь каждый в дом своей матери, к своему народу, к своим богам. И что делает Орпа? Прошла сорок шагов и возвращается. Ореф затылок, повернулась в затылок. Верут давкаба, а Руд прилепилась к ней. И написано так. Вераа кимитамецет лалехет и та Вераа кимитамецет. Ведь их дали добирали? И увидела она, что Руд прикладывает усилия, чтобы идти с ней, и прекратила она ее отговаривать. Объясняет Гавон извильно. Здесь заключен ключ. По природе мы сотворены из праха земли. И человеку очень трудно прикладывать усилия, чтобы исполнить заповедь. Но дурное начало действует так. Оно соблазняет человека, человек не слушает. Но если дурное начало прикидывается другом и говорит исполняй заповеди, беги, делай, а вокруг него обворачивает множество нарушений. Но когда человек прикладывает усилия, молодая женщина, Рут, прикладывает усилия, чтобы идти с Номи, тогда она увидела, что это во имя заповеди. То, что происходило, мы цитировали вам, Рейшлакиш, что Рейшлакиш был главой разбойников. И когда раби Йоханан, один из последних красивых людей Иерусалима, купался в Иордане и увидел его Рейшлакиш, решив показать свою силу, он перепрыгнул через Иордан. Сейчас это маленький ручеек, а тогда это семь-восемь метров, что показать свою силу. И сказал он раби Йоханану, такая красота полагается женщине. Ответил ему раби Йоханан, а такая сила полагается Торе. Если ты сейчас примешь на себя исполнять и изучать Тору, я отдам за тебя, представьте себе, первого встречного, свою сестру, которая красивее меня, и примел на себя это Рейшлакиш. И тогда он попытался перепрыгнуть через Иордан и плюхнулся в воду. Он принял на себя, то есть когда он хотел показать свою силу, это дурное начало, показывало ему, помогало ему, а сейчас, когда он принял Тору, все силы его оставили и нужно преодолевать. Это то, что отвечает Мушер Робейну, когда он поднимается на гору Синай, что получать Тору ангелом. Они говорят Творцу, что рожденной женщиной делает среди нас. И отвечает Творец Мушер ответил, говорит Творцу Мушер, я боюсь, чтобы они меня не сожгли огнем, выходящим из их уст. Говорит Творец, возьми за престол моей славы и ответим. И отвечает им Мушер, скажите, вы были в Египте, что вас надо было оттуда выводить? Первое речение, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской. Скажите, у вас есть отец или мать, которых надо почитать? Скажите, клум ецарара ешпахем, у вас есть дурное начало, которое надо преодолевать? И сказано, все ангелы стали его друзьями, и каждый дал ему подарок, и даже ангел смерти подарил ему подарок, научил его, что питума кторет, благовонное воскурение, оно защищает от смерти. Что сказал Муши? Несомненно, есть Тора, которая для ангелов. Это божественная мудрость, это драгоценность, которая хранилась у тебя столько-то, столько-то веков, поколений, до сотворения мира, ты хочешь дать плоти и крови, басар вэдам? И что ответил Муши? Только то, что у нас есть дурное начало. То, что Тора говорит, делай, я не хочу делать. То, что Тора говорит, не делай, я хочу делать. Но я получил Тору, чтобы обуздать себя, чтобы победить свое дурное начало. То, что написано в трактатике Душин, говорит Творец, я сотворил дурное начало, я сотворил Тору противоядия ему. Это то, что мы учим. Каждый, который принимает на себя исполнение Тору, каждый, который учит Тору ради того, чтобы исполнять, он побеждает прежде всего то дурное начало, которое в нем находится. Ради этого мы пришли в мир. И так объясняет это Рамхаль, Раби-Моше, Хаем-Люцатом. Мы пришли в мир для того, чтобы служить Творцу, исполнять заповеди и выдерживать испытания. Но что это значит служить Творцу, исполнять заповеди? Это то, что заключено в маленьком одной строчке. Бахоль Драхеха Ядеу. На всех путях твоих постигай его. То есть все, что делает человек в этом мире, то, что мой учитель Равицк Зильбер задавал себе вопрос. Что в этот момент хочет от меня Творец? Ради чего живет человек в этом мире? Для того, чтобы делать приятное Творцу. На хатруах. Это то, что заключено. Ради чего мы учим Тору? Не для того, чтобы называться великими мудрецами, не для того, чтобы ходить в важных шляпах, не для того, чтобы перед нами вставали, а для того, чтобы научиться жить в этом мире, как еврей. А евреи это тот, друг Творца, тот, кто все время вспоминает. Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что то, что происходило там, для меня дороже всех ласк и наслаждений этого мира. То есть в твоей таре это заключено. И я хочу вам рассказать случай, который был здесь, в Израиле, в одной школе для было отделение для русских подростков. И там была группа, и у них был Рав, русскоязычный Равин, он сам прошел и армию, прошел технологический институт, Махон Лев, преподавал в Москве, в Ешиве Торат Хаим. И вот ему дали вести эту группу в одном городе в Израиле. И вот хорошо учились мальчики, это Ешивов, которые общеобразовательные предметы и тара, и в конце решили сделать им подарок. И пригласили психолога, русскоязычного психолога, который провел с ними курс внутреннего роста, и в конце курса устроен был им экзамен. Какой экзамен? То есть он учил их, как концентрировать все силы, как побеждать свою природу. И видно, был талантливый психолог. И в конце он устроил такой экзамен. На железных листах были разложены горящие угли. И каждый из этих молодых ребят должен был пройти по нему, по этим углям. и один за другим они прошли. И никто из них не получил ни ожога, ничего, потому что они хорошо учились, и они нашли, как надо преодолевать себя, как надо концентрироваться. А их раб, скажем, раб Александр, он иногда был на уроке, иногда не был, потому что у него семья большая в другом городе. И вот один из учеников которого звали Хаим, он увидев раба, который вошел, поздравляет их, он сказал, раб, пройдите сами. Он говорит, ты что, я ненормальный, что, я буду ходить по углям, ты что, этот раб уговаривал ребят поехать на какое-то время учиться в Москву в Ешиву, в ту Ешиву, в которой я преподавал 15 лет, в Ешиву Турат Хаим. И несомненно, это было, он говорил и с этим Хаимом, и тот вдруг Хаим говорит ему, если вы пройдете, я поеду в Ешиву, в Москву. Какая дилемма стояла перед этим рабом? Может быть, этот мальчик поедет в Ешиву и станет соблюдающим евреем? Станет Талмит Ха-Хам? Он решился, отошел в сторонку, снял ботинки, снял носки, выдохнул воздух и пошел. Посередине, когда он шел и под капал всего этого, у него упала кипа, и он увидел, как она загорелась на этих углях. Но он прошел до конца. Все дружно ученики ему захлопали, он сел на скамейку, ему подали воду, он выпил, посмотрел на подошвы, они не обгорели. И к нему подошел этот мальчик Хаим, пожал руку и сказал, можете заказывать мне билеты. Зачем я привел вам эту настоящую историю, которую я слышал от этого самого мальчика, который учился в Ешиве, сейчас сегодня я его встретил, ему 22 года, и он учится в Ешиве, в Израиле. Дарование Тора происходит каждый день, и каждый день мы выбираем быть с Творцом, быть с Его Торой, либо жить, как мы живем. И это выбор каждого дня. Это то, что Творец говорит. Убахарта бахаием, и выбери жизнь, потому что эта книга называется Тора жизнь. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Это от Тамары Левен вопрос. Первый вопрос. Как мог Беоханн согласиться, обещать Рашлакишу свою сестру, не спросить ее согласия? Замечательно. Это хороший вопрос, но там сказано так в Талмуде. Хейлех Лео Райса. То есть такие силы должны быть отданы Торе. Если человек отдает силы Торе, это значит, что он готов посвятить свою жизнь Торе. Теперь то, что он говорит, я выдам замуж, то есть если она согласится, у нас так, это шедух, это когда соглашаются две стороны. Но если есть человек, который готов посвятить себя полностью Торе, человеку, у которого есть большие силы, и это мы знаем, Талмуд построен очень много, особенно и Иерусалимский, и Вавилонский Талмуд, на словах Раби Йоханнена и на словах его Хавруты Рейшлакиша. То есть, благодаря этому в еврейском народе появился великий мудрец Раби Шимон Рейшлакиш. Еще вопрос. Ответ. Автомат надо преодолевать. У нас в Толдоте Шурун есть возможность договориться с кем-то учиться. Есть уроки Рабанит, Рабанит Куперман и других Рабанит. Можно найти и договориться и даже в том же Бостоне договориться хотя бы раз в неделю, два раза в неделю учить. Что женщина прежде всего должна учить? Законы практического исполнения. Больше того, недельная глава Торы сказана так, что в будущем плата, которую будут получать женщины за то, что они отправляют своих детей и ждут их из места, где учат Тору, за то, что они отправляют своих мужей и ждут их, когда они возвращаются после изучения Торы. Но у каждой женщины тоже есть своя часть Торы, которую они тоже обязаны учить. Автомат это у всех. есть ли Творец каждое мгновение постоянно творит мир? Так вы понимаете, каждое мгновение жизнь это не повторение, а мы называемся народом Торы, народом жизни. Да, есть еще вопрос? Если есть еще вопросы, пожалуйста. еще к сожалению плохо очень слышно, если пользователи не слышат просто, когда мы говорим сбоку. И во-первых пользователь Ора передает большое спасибо вам. Спасибо Ора. И желает дай бог, чтобы мы продержались на заданном вами уровне и дождались геулы в скорости. О, мы я тоже хочу дождаться. Всего хорошего и чтобы мы подошли к горе Синаи и получили Тору. Осталось совсем немного дней, но верной дорогой идете, товарищи из Бостона. Всего хорошего. Спасибо.